Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение партии в Сидмэйр Стивилизейшн 6 Газерин Сторм, в которой я не играю, а комментирую действия других участников. Вот такая вот партия. Рекомендую перейти к первой серии, если вы случайно наткнулись на эту, потому что лучше смотреть с самого начала, ссылка есть в описании к этому ролику, либо в правом верхнем углу появляется. Также напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке «Сообщество». И спасибо вам, уважаемые спонсоры, за поддержку. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Чудеса. Захватить Монгола. Да, там столицы захватываются очками, даются. Вообще нифига не видно, что мистер Ди делает. О, вышел кризис. Ну, мне кажется, вот это решающая фигня. И сейчас реально вступит Америка в войну. Давайте посмотрим вообще, что там у супергерла с армией. 907. То есть у него вообще, в принципе, армия сильнейшая. И он даже, по-моему, еще самолеты не строил. Не сделан. У него, правда, нет денег на самолет. А, он еще их не открыл. Но он сейчас вступит. Ну, кстати, он не открыл самолеты. О. Ну, алюминий у него просто немерено. В отличие от Конга, у которого один ресурс алюминия, и все. И он... Ну, вот сейчас будет интересно, кстати. Вообще сейчас интересно. Вот, во-первых, супергерл может побояться принимать этот кризис. Это первое. Второе. Если он примет этот кризис, не перебросит ли... Ну, сейчас Конга в хреновом положении. Потому что если Конга будет перебрасывать самолеты против американца, то там венгер вышел тоже в самолет, и у венгера тоже есть алюминий. И венгер просто уже в отместку начнет воевать с Конга. То есть Конга, вот еще раз повторю, вот эту фигню проспал, что ему надо было с Америкой воевать, а не продлевать союз, конечно. И вот в тот момент он бы Америку захватил. А сейчас у Америки два хода до лучшей на авиации. Но следующим ходом он может принять кризис. И вот мне это интересно, будет он принимать или нет. Ну, тут у него еще корабли плавают. То есть он много бед может тут наделать. Бедный Антон Нариву все еще. Сколько ты Антон Нариву колупаешь? Ну, ходов... 7 уже, так точно. Может быть, 10. 10. Видите, он мушкетера Ап... Помните, Антон Нариву была сила 69. И стала защита 80 против мига 55. Да. Сила Аппл мушкета и уже сразу 82. О, он принимает... Даже он хочет, чтобы без шансов прям вбросить туда предательство. Ты вкинешься? Я все вкинул. Все, что было. Но он только, по-моему, венгру и американцу. Хотя, может, еще и Риму, кстати. Нет, сколько бы я туда бы не вкинул. Я поэтому спрашиваю, сколько... Нужно ли много вкидывать? Да нет, смысл. Я вкинул-то сколько-то. Раз на два... Сейчас просто мне интересно, примет ли в этом участие еще Рим. Ну, то есть, давал ли я ему там проголосовать или нет? Так, кто там не проголосовал еще? Давайте, кидайте голоса. Что-то... Я не проголосовал. Я думаю... В Франции, вроде бы, да? В Франции тоже дала предложение этого кризиса. Интересно, почему. У нас, наверное, не всем на карте или всем дается на карте? Может, союзниками просто... Мы же все друг друга увидим уже. А, союзником? Скорее всего, союзником. Если ты союзился, то... Я... Мое предположение. Так, а кто? Ацтек или кто с Конго порится? Конго с Венгром. Конго-Венгр забирает. А, Конго-Венгра забирает? Конго-Венгра, я не могу сопротивляться. Он мне не дал... Американец хочет, чтобы просто кризис прошел. Да, прошел. Кто в нем участвует? И он... Забыл. Супергро, покажи, кто участвует. Ага. Монголы. Рим тоже принял. И Франция принял. В общем-то, все. Да, все. Прикол. Ну, кроме Ацтека, по-моему. А что тебе из Антона Нарива выкинуло? А, вот это вот хороший вопрос. Типа, он же союзник Конго, которым ты объявил войну. Ну, типа, считается, что ты заново объявил войну Антону Нариву, что ли? Прикол. Ну, как кто-нибудь узнает, расскажите. Так, ну, тогда сейчас интересно, как будет действовать Конго. То есть, будет ли он сейчас перебрасывать самолеты? Таким образом я помирил с татарами. Потому что вы вместе приняли кризисный союз против Конго. Когда вы вместе принимаете... Ну, ты можешь прямо сейчас ему, по-моему, войну и объявить, нет? Посмотри. Ну, вы, когда вместе принимаете кризисный союз, все, кто в кризисном союзе, во-первых, мирятся, а во-вторых, им карта общая открывается. Я, короче, внезапно не могу, через 8 ходов только. Ну, вот так. Печально. Зато карта вся видна, как будто спутник... А мне нет. Ну, посмотрим, конечно, как сейчас будет Супергерл действовать. Но я предсказываю, скорее всего, тут победу Америки. То есть, все только зависит от того, заберет он города... Если он сможет забирать города Конго, то все тут. У мистера Дика, как у него там с самолетами. Самолеты открыты. Алюминий капает. Ну, денег попросить самолеты купить. В общем, ему истребители надо. А, у него аэропортов нету. Похоже. Ну, вот у него был аэропорт в Эстергоме. Вот один. А я больше не вижу. А, вот второй в Дебрецине. Как раз... Конго как раз захватил те города, в которых были аэропорты. Печалька такая. Я не думаю, что это, кстати, так Конго планировал. Он просто захватил то, что мог захватить. Он... Самолетом. Он бомбардировщик и летучим отрядом. Дебрецин? Да. Да. Рим тут, конечно, вне игры сидит. Просто. Ну, опять же, Рим сам в какой-то момент оставился с развитием. Ну, это прикол, конечно. Что, что произошло? Недозахватило печь. Ну, не хватило немножко, да. Так, меня интересует, что сейчас американец будет делать с открытием улучшенной авиации. Поставили он строится. Купит ли он сейчас бомбардировщик вообще? Ангары. Купит бомбардировщик, наверное, да. Тем более, мустанг. Нет, ему бомбардировщики нужны, конечно же, да. Ну, конечно, я не спорю, что этот уникальный самолет американский тоже прикольный, как истребитель. Но ему сейчас не нужны истребители, ему нужны бомбардировщики. О, еще и дополнительный алюминий сейчас капать будет. Ну, если, еще раз повторюсь, американец сейчас захватывает какие-то города Конго в ближайшие хода три... Ну, правда, тут я не вижу юниты, которые он мог бы захватить пока. Даже морс... А, вон каравеллы у него. Каравелла тут. Ну, это снизу. Еще в производство. Так, художники, музыканты. Ну, конечно, нереальное количество сейчас культуры у Конго, но он как-то вообще никак не использует. Так, тут каперы. Каперами города не захватываются. Только что-то подгадить только, если... Бедный, галерка сейчас Конголесская умрет. Ничего, не хочет убивать ее? Не знаю, что ли. Ну, Мбамба не захватывается с моря. С моря только Мбужи, Майи и Квилла. А у него как раз морские юниты, которые захватывают с моря, находятся с другой стороны. Всему морской юнит надо построить. Баргировчик перекинет сейчас куда-нибудь поближе. Венгар, вот скажи, а тебе помогать надо? Ну, мне смысла нет помогать. Он меня сто процентов заберет. Нет, я к тому, что... Я ему порчу игру, как могу. Я к тому клоню, что вот у тебя сидит шпион, у меня вот в Балтиморе. Мне тогда стоит впрягаться? Да нет, смотри, зачем, зачем такие союзники? Шпион у тебя воровал ускорение на науку. А, ну, если так, тогда окей. Не понимаю, что... Типа... Американец хотел побыстрее... Ну, американцу надо Конга захватывать. Я не знаю, в каком смысле он... Имел в виду, типа, помочь венгру, чтобы его быстрее захватили, что ли? И, кстати, американцу тоже буду поспешить, потому что там у венгра есть алюминий, правда, в одном из последних городов. Но он есть, и когда кто-то берется Конга, у него уже появится побольше самолетов. Да. О, калерку убило. Азонауки так меньше стало у Конга, потому что город-государство научный у Америки и снизило приход науки. Но, тем не менее, Конга все равно впереди по науке, там, по технологиям. Я считаю, что Конга, когда меня заберет, очень сильно вырвется. Да, так и есть. Я хоть места, конечно, и плохие, но... То есть, если сейчас американец не будет Конга забирать, из-за чего он, этот он на Риву, у него один бомбардировщик, причем он там строит аэропорт, то есть, он больше бомбардировщиков не делает, хотя у него алюминия немерено. Он их не делает, одним бомбардировщиком сейчас будет ковырять города. А ему эти города захватывать даже нечем, он не строит даже юниты для захвата. Что странно. Ну, 99 защиты — это, ну, несколько раз надо... Это одним бомбардировщиком, видите, то есть, четверть считать, то есть, надо четыре раза проатаковать. Плюс пять вход такая. То есть, у него пять бомбардировщиков он может иметь, в то время как Конга два. Но у Конга будет больше, когда он захватит Венгра. Давайте еще раз глянем, что там у Конга. Как он быстро тут продвигается. Дебритсон отвалился. Алюминий, вон он, вон, видите, алюминий? Справа. Конга, кстати, его видит. По идее, он должен как раз туда стремиться скорее. Американцу бы в Балтиморе какой-нибудь корабль построить, чтобы эту бужимбай захватить. Непонятно, к чему сейчас стремится американец. Может, он тоже, конечно, осторожно атакует Конга, боясь, что там у него много армии, но... Караванчики, караванчики. Ну вот у него тут есть броненосец, но ему еще далеко плыть до тех городов, которые он может захватить. Он решил, видите, не плыть, а тут постоять пока. Хм. Даллас. Туристический курорт. Практически Гавайи в этой игре. Стены почему-то в Бостоне... Ой, в Бостоне, в Балтиморе строят. Стены возрождения. Стены возрождения. Ну, не знаю. Ну, ваш он кто-нибудь сейчас тащет самолет строить, надеюсь. Ага. Караваны грабятся. Хорошо. Но, понимаете, он таким образом не особо подрывает. Ну, конечно, деньги получает, чтобы купить, например, тот же бомбардировщик. Но экономику он... именно конга не особо подрывает грабя караваны, потому что у него основное производство вот от шедевров, от артефактов точнее. То есть ему надо именно города захватывать. О, мужественные всадники. Это чем он будет захватывать города? Хорошо. Ну, три хода. Он сейчас ставит, чтобы быстрее строились кавалерийские юниты, карточку. Да. Рыцарство и содержание юнитов. И сколько строится? Два хода. Ну, норм. Норм. А деньги он хранит, чтобы следующим ходом купить бомбардировщик. Так. Отойду на минутку. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну да, в начале следующего хода. Ну если никто не против, я просто неплохо было бы. Ну поставишь сам в начале хода. Блин, ничего не успеваю. Господи, уберите, пожалуйста, этот таймер. Я же говорил давно. Давно уже говорил. Тут никто ничего не успевает. Особенно я вообще не успеваю ничего. Я тоже. Парни, давайте кого-нибудь осудим, а? Не, ребята, ставлю паузу, а потом придем и обсудим. Кого будем осуждать? За минуту, ну как бы, потерпи и пойдем. Осуждаем, 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 осуждаем. Смотрите, давайте так. Вот смотрите, есть защитник веры, накорми мир. И, собственно, крестовый у кого-то. Растамания. У Ацтека. А, так, а я что, я отдельно живу, парни, посмотрите, кого. Не начисляют кого. Давайте решать. Ну, ученые на плюс уже закончились, так что их можно, получается, не банить. Да там без разницы, кого не начислятся, на самом деле. Давайте банить в ученых. Прошу прощения, зов природы был. Так, что они тут выбирают? Против Растамании. А, по поводу религии что? И не начисляются очки великих ученых. Кого? Кого? Не понял. Противостантизм, противостантизм. Да, противостантизм. Почему? Почему? А здесь причем противостантизм? Мешает он мне жить? Нет, все, Растаманию баним. Да. Кому она мешает? Зачем? Кому помешало? Я не понял. Протестантизм меняет. Протестантизм, да. Растаман, вибрейшн, гей. Все голоса вкинул против Растамании. Сколько у тебя голосов? Нефть, нефть. Меня тоже. Кто там вкидывал против Растамании? Вся нефть на море. Нету на побережье. Ну, да. Я 8 против протестантизма вкинул. Давай вкидывай. Я 6. Буза против протестантизма. Погнали. Ну, через два хода Буза... Ну, я бы, честно говоря, морские юниты лучше строил. То есть, ну, всадники тоже нужны, но вот эти побережные города, конечно, морскими юнитами захватываются только в путь. В итоге против Растамании и запретили ученых. Накапливание ученых. 29 против 1, ну, что там? А там 6, 8. Ставь паузу. А чё пауза? Наговаривание. А, да, я чё-то не слышал. Окей. Сохрани, на всякий случай, Венгар. Потому что, да, кто-то спросил, вы что, закончили? И кто-то ответил, да, вон там Венгар. И всё, типа. Ну, да, он, скорее всего, не так понял нас. Короче, у нас Ацтек ушёл, потому что он решил, что мы закончили игру уже. Реально, то есть, там такое общение было, обсуждали, что происходит. Так, купил самолёт, я смотрю, американец. Бомбардировщик. Очередной. Ну, тут колупает это Антона Нарива, несчастный. Ну, тут Антона Нарива-то не важно. Важно города, ну, хороших, ещё и великих людей забрал. Важно города Конго забрать. А сколько у Конго денег? Я просто не знаю, сейчас он заберёт город Венгра с алюминием. И сможет ли он или истребителей построить? Хотя, да, ему, конечно, истребители. Ну, давай, где? Почему не грузится стрим от Конго? Ну, денег немного. Немного. Ладно, давайте вернёмся к американцу. Ну, видите, все города обложены американскими юнитами. Я имею в виду с моря, то есть тут такая блокада морская Конго. Протестантизм распространяется. Так, что он менять будет, ничего не будет. Ну, треугольная торговля, тут у меня остаётся, чтобы денег было больше, чтобы бомбардировщики покупать. У него реально с алюминием как раз всё хорошо. Ну, как таймер прибавить, нет? Нет. Ты жесток. Да. Вернулась стена у Мая, потому что он, скорее всего, сталеварение открыл. То есть у него везде появились эти. Это вот почему немножко отстал американец с захватом города. То есть сейчас уже сложнее будет бомбить это всё дело. А был бы у него юнит для захвата? Вот смотрите, насколько сейчас меньше будет бомбардировщик снимать, видите? А там было достаточно четыре раза проатаковать, и город бы захватился. Но мне кажется, он всё равно захватится в итоге. Да. Ого, вышел, кстати, вышел мушкетёр из города, и сразу насколько снизилась защита у Антона Нарива. Так, ладно, что там делает конголезец? Он сосредоточен явно на... Ну, очень мало времени. ...на Венгрии. Вопрос. Мне просто интересно, построил ли он ещё больше... Сколько должно прийти ходов, чтобы я мог чинить стенки? Пять ходов без атаки на... Нормально так. Ну да. Но это было бы слишком круто, если бы меньше было. То есть если атакуется город, то, значит, не починишь. Ну, кстати, тут, походу, тоже нету этого скалирования по скорости, да? То есть что на сетевой будет пять ходов, что на... Эпической будет пять ходов, видимо, нет? Да-да-да. Наверное. То есть могли бы и отскалировать. Мне кажется, на сетевой надо было какое-нибудь три хода сделать. Я поэтому спрашивал, может быть, отличается. Ну так, что там у мистера Ди? Есть ли у него какой-то самолёты хоть где-то? У него аэропортов не было, поэтому он не мог строить. И он почему-то везде фабрики строил, такой, знаете, чтобы Конго получше города достались. Да, у него нет аэропортов. Но Конго не спешит с захватом города с алюминием. Он забирает все города, которые как раз ему не нужны. В данном случае ему надо было с пештом. Не, ребят, давайте прибавим таймер, прям, серьёзно. Нет, нет. Ну что нет-то? Ну нет, потому что надо успевать с этим таймером ходить. Как успеть-то? Ты вот видишь вообще, что происходит? Я, тут ты так расскажешь. Никак, вы, ты мой прикурс... Вы, мы всегда так играем. Ты же понимаешь, что тут все так играют, да. Тут идея в том, чтобы успеть игру сыграть за день, а не... А не походите, играйте без таймера, вообще-то всегда на 6 лет затянется. Даймера затянется очень. Англичанин до сих пор монгол оставил живых вообще-то. Конечно, прикол. Ну, сейчас, потому что прикол, потому что он кризис принял против... Зачем вот француз принимал... Англичанин, что это англичанин? Француз зачем принимал кризис против Конго, непонятно. Так, значит, ход начался, надо следить за американцем и за его атаками городов. О, рта. Убрал мушкетера, чтобы он обратно в город не встал. Ну, тут, кажется, царица морей Америка в этой игре. То есть, вообще, всю территорию морскую контролирует, видит. И в этом проблема для Конго существенная, потому что... Если от наземной он еще может отбиваться, то от морских юнитов никак. По факту... Следующим ходом Балтимор может упасть. Я далеко ухожу. Конечно. Ну, подожди. Ну, может, ты еще меньше переварил? Да. Плюс я тут разрушаю свои же кампуса. Ого. А как ты кампуса свои разрушаешь? Каким-то образом... Да-да-да. О, каким образом ты кампуса... Ну, он их захватил, да. А, понял, понял, да. Я разрушаю. Такой рыцарь забегает в универ, начинает ученых вырубать, а ему... Мы же свои венгры, подожди. Ну, чувак, мы... Нас просто захватили. Такой, нет, сдохните. Вы будете работать на врага. Антонарива, мужик какой-то, стоит просто неимоверно сколько. А там просто супергерл ковыряет их мушкетерами, этого Антона Нарива. Да, проблема в том, что я не мог... А вот и броненосец, кстати, в Лос-Анджелесе. ...частного... Как они называются-то? У меня не было возможности купить таран или осадку. Так бы она значительно быстрее была. Да, кстати, вот интересно. Интересно, может, люди напишут в комментариях, почему их не было. Может, действительно, там, при выходе в какую-то эпоху они просто пропадают? Раз, атака. Это теперь меня рассматриваешь. Просто не могу понять. А, ты шпиона посадил. Интересно, что лучше, квартирмейстера брать или полиграфа? То есть, этот повышает уровень всех ваших шпионов, а этот понижает уровень вражеских шпионов на вашей территории. Наверное, зависит от того, сколько у вас шпионов и где они находятся. Хотя, я бы, наверное, не знаю. Он полиграф взял. Там Чингисхэн кому-то войну объявил, что ли. Ну, погоди. Странно, не упал все равно город. Не хватило двух бомбардировщиков. Я думал, кстати, хватит почему-то. Ну, ладно. Следующим ходом точно захватывается. У Конга еще ошибка, что он не стремится захватывать город, который с алюминием у Венгра. Ну, оставляет найти источники, чтобы центр города видеть. То есть, ему главное бамбу видеть, а не там что-то делать, как шпион. Даллас прикольный город. Я бы в нем жил. Ну, в этой игре, я имею в виду, он так рядом с озером, с курортами. На севере, правда, там, наверное, прохладненько. Блин, что так плохо стало видно? А если дамбу разграбить, паводок случится? Проверь. Ничего, плохо стало видно. А, понял. Интересно, может, как-то сервер влияет? Хорошо, если я поменяю тут. Хотя стоит вроде нормальный сервер. Ладно. Блин, ну, смотрите, как плохо стало видно. Я прошу прощения. Внезапно качество стримов ухудшилось. О, нет. А, он захватил город, американец. Так, только сейчас открыл идеологию. В то время как Конго там вообще где-то уже далеко-далеко в этом плане. Республиканское наследие, это, к счастью, право прохода. Он, видите, убирает почему-то все соседства. То есть убрал соседство коммерции, соседство гавани, соседство кампусов. Ну вот кампусы промышленную зону вернул, ладно. Да, блин, да закончи ты уже с этими карточками, господи. Да, захватил и уничтожил город прямо. Ну, тоже логика есть, конечно, потому что там шедевры, там юниты. Это снизит для Конго развитие, несомненно. Если он еще так пару городов заберет, то все. Ладно, что Конго делает? Не, ребят, несерьезно, на самом деле, по поводу войны. По поводу таймера я имею в виду. Ты должен уже на автомате многие вещи делать, если ты играешь с людьми. Ну, я тебе могу сказать, что другие игроки успевают до конца таймера и еще заканчивают ход, когда таймер не закончился. Ну... Это мы уже судорожно просто... У нас причинение в политическом приступе, нажимая окно на голову. Да, да. Страдают, но ходят. Иначе это будет просто очень долго. Сразу кому-то понадобится отойти и посреди хода. Опять завис стрим, блин. Страдают, но они все вместе. Че там не успевает англичанин? У него юнитов? Сколько тут? Бедного... Слушай, англичанин, а че ты монгола до сих пор лучниками атакуешь? Во-первых, я англичанин. Ой, француз, да. Че я все... Постоянно. Вы мне таймер зажали. Обиделся. Я всю игру что-то англичанином называю. Не знаю, что-то... А вот уже англичанином. Просто, наверное, за Леонору как-то больше. Чаще играют люди, что... Ну, просто я привык, что Франция синий цвет, и как-то вот розовый не ассоциируется. Не идет. Какое-то унижение монгола, эти получниками атаковать вообще. Так, Супергерл какие-то интересных пословку-то отправляет. Не держит его. Бандар Брюне решил засоюзить. Не засоюзить, там он-то сумму, правда, все отправил. Так. Супергерл, а можешь табличку религий показать? А теперь нужно найти рабочего, чтобы это все дело починить. Нет, минус 80 культуры. Да, там, конечно, культурки дофига шло. Культурки дофига шло очень хорошо. А ты не открыл вообще уже всю культуру там? Нет, еще не успел. Не, не успел. Так, я не знаю... Ты можешь попросить Венгра открыть, потому что я несколько занят? Ну, и он говорит... Венгра говорит, что ему это... Слишком много времени на ход. Вот, вот, у меня немного. Это, наверное, потому что один город. Мистер Ди, открой, пожалуйста, табличку религий. Все, и завис стрим, и не вижу я ничего. Вот сейчас можешь открыть? Спасибо. Так, католицизм 13, буддизм 10, 14. Ну, спасибо. Ну, как только в религии никто не может победить. Так, но я все-таки интересуюсь, что там американец делает. Потому что... Куда каперы приплыли? Ну, вот там и подлодки уже в Америке есть. О, Квилла забирается. А эти бомбардировщики, наверное, начнут... Ну, один он, наверное, в Квиллу забомбит и заберет ее, а потом пойдет дальше. Бамбу. Ну, в то время, как Конго забирает города Венгра, хреновое... Не, ребят, если, блин, не прибавим таймеры, то вообще будет зашкваркать. Ну, как-то будем зашкваркать в ВВЦ. В то время американец забирает классные города Конго. Собственно, каким-то я чудом успеваю ходить. Кто? Кто успевает, я не думаю. Покажите, он успевает, человек. Каким-то чудом Конго ходить. А, там француз приплыл своими морскими юнитами... Бездумно тыкая уже просто... Ужас какой. А для чего это нужно? Нет, я бездумно тыкую... Для динамики. На динамику, да, быстро ходим. Ну, вообще, Квила должна упасть, и ему достаточно будет вот этими юнитами проатаковать, мне кажется. Поставьте... На секунду. Чего поставить? Паузу поставьте, паузу, паузу. Прибавь таймеры, поставим паузу. Так что, у тебя там два города? Серьезно, очень. Подождите, подождите. Так, венгер вышел. Как-то неудачно город живет, я тебе скажу. Как это? Тактика выжженной земли? Не для меня удачно, для тебя удачно. Там Муран стоял прям. Видите, даже этим ходом его захватывает. Городочек, да. Кстати, я бы... Ну, зря. Я бы, наверное, уже Квил оставил Квиллу. Это для чего на нулевой секунде? Прибавьте таймер. Я поставил без таймера сейчас. Ну, шочет без таймера. Что за... Ну, подожди, подожди, подожди. Сейчас игра начнется. Я выставлю вот такой вот, ну, так, две с половиной минуты, там, или там три. Все хорошо прошло, или что? Да, можешь включать игру. Я же кидал вроде. А что происходит? Ребята, давайте сейчас. А, давайте, сейчас. Ну, какая дружба? Уже все понятно, что никакой дружбы нет. Как дружбы нет? Мега жувачка. Какая? Только в советских сказках. Не, не, не. Так не может быть. Да, блин, это что? Подождите. Это еще тот же самый ход. Это предыдущий. Это тот же самый. Мы тут... Ну, нулевая секунда что-то. Да, я на нулевую секунду. Я не знаю, как быть-то. У тебя сколько там грагодов? Это баг какой-то. В грагашки-то ходят? Так. Теперь начинаем бомбу бомбить. Раз. Два. Три. Кстати, у него... Да, вот сюда он поставит, скорее всего. Вообще, я не знаю, зачем он этих истребителей строит свои американские. Пока все еще Конго впереди по науке. Ну, тут, видите, захват городов идет. Если так... Так сколько нужно поставить? Ну, минут три. Три минуты сейчас стоит. Да. Уже армады. Армады флотов движутся на захват Конго. В Бордо самое производственное. Блин, а что Конго тогда делает? Он захватил Венгра. И что? И... Не загружает. Что-то хреново стало у меня стримы показывать. Где-то, наверное, барсук грызет интернет-провода между нами. Ну, видите, стал плюс по алюминию идти, но как-то Конго не спешит самолеты делать. Какие-то танки пошли. Танки. Думаете, танки ему помогут? Я сомневаюсь. Может, он забыл, что он алюминий захватил и не особо спешит. А, ну он строит в Мбамбе самолет. Бомбардировщик. Ну, в принципе, если так все будет дальше, то, я думаю, через ход Мбамба падает. Не, давайте, больше я не знаю. Не, на полном периоде. Давайте, ребята, прибавляться. 20 секунд добавил. Так, Матецкий, успокойся, пожалуйста. Таймер супергерл верни. О, еще ему... Восстание кто-то в банде устроил. Ну, ее не так много. То есть, это ему кто-то сделал. Ну, и захватывается, видимо, Мбамба сейчас. Хотя, хотя... Нет, сейчас, наверное, не захватывается. Давайте переключусь на американца. А почему я не могу на стримы зайти? Без понятия. Я не знаю, вот как вы думаете, вы видите тут какие-то шансы? Дело в том, что все воюют против Конго. Но, на самом деле, лидер-то сейчас уже американец, по-хорошему. Он уничтожил Конго два хороших города. Третий он скоро захватит, тоже уничтожит. И, собственно, все на этом. Захват Венгра ускорения Конго никакого не дал. Я, как и говорил, Венгра не настолько хорош был. У него проблемы. Я даже не знаю, что мистер Уди надо было в этой игре сделать. Могу только предположить, что вот этот... Так. Вот этот, видите, вот на миникарте показывают этот остров. Возможно, ему можно было исследовать и тут его заселять. И вот эти ГГшки как-то захватывать. Наверное. Потому что с Конго воевать не вариант был ни в каком виде. Там слишком сложный проход. Это слишком напряжно. Конго всегда его опережал в развитии. И еще, как я, может быть, вначале говорил, конечно, приплыть к Риму. Но это такой какой-то... Такой себе план. То есть, наверное, только если вот этот остров. Но просто вот такая, в некотором смысле, невезение с местом вот тут получилось. Именно у мистера Ди. Я у всех остальных... Могу только, может быть, монголу не повезло, что его тоже подселил так вот француз. Самое большое неведение вот у венгр тут получилось из всех. Все остальные имели шансы на развитие и могли им воспользоваться. Конечно, самое крутое место у Конго. Собственно, благодаря этому тут он и делает что-то. Крутое. Жду начала следующего хода. Посмотрю, сможет ли американец захватить. Ну, в атомной подводной лодке идет. Ищет уран. Ну, уран там, где у Конго стоял. Так, тут не достать. Тут не достать американцу, я имею в виду. Супер Келл, что это сейчас было? Ну, я что-то пока не сделал это дело. Ага. Истек срок действия винды у кого-то. Вон, видите, где уран только есть. Ну, вот сейчас Мбамбу будет захватывать, видимо, уничтожить. Ну, вообще, ему и столицу захватить, и все. И тут выиграна игра. Не может просто пройти никак к этой прокачивать против наземных юнитов, чтобы захватить. Хорошо. А что делает... Что делает, опять же, Конго? Ну, француз какой-то фигней, по-моему, занимается. Приплыл флотом Конго, причем устаревшим. Там что-то... Сейчас, конечно, посмотрю. Плавает вокруг Ацтека. Так. Чем занимается Рим? Рим вообще не видно, не слышно в этой игре. Такое ощущение, как будто тут и нету на карте. О, у него там армада линкоров, между прочим. 1500 сил у Америки. Не, ну тут 1500 у Америки. У Конго 800. Ну да, давайте, ладно, еще Конго гляну. Ну вот, зачем вот этот француз что-то с Конго делает? Приплыл устаревшими юнитами. Как-то хорошо же ходить. Нет. Коперами на 70 баронки, ну такое. Я даже не успевал. Эти копера здесь стоят сто лет. Я просто не успевал до них дойти. Коперами на 70 баронки, ну такое. Так, он сейчас, наверное, будет юниту убивать. В первую очередь рядом с этим городом. Странно, что-то он откладывает. Атаку самолетами. Ну, зачем? У тебя же... У тебя же истребители есть. А, истребители не долетают. Ну, ему надо ближе ставить их. Он с Римом воюет. А, это просто... Ну вот сюда куда-то надо истребитель перемещать. Ниже. Что-то как-то странно действует. Ну, эту мбанзу, ну, мбамбу уже мог этим ходом захватить. Самолеты почему-то не используют. Миссионер, апостол. Ну, конечно, сейчас важнее же религию распространять свое намного, чем Конго захватить. Может, тут религию сейчас хотим победить. Это ирония на всякий случай. Точню. Серьезно, авианосцы. Странно, что-то Супергрел тут сейчас действует, честно. У него самолеты везде тут долетают, в общем-то, до всех этих... мест. Какой юнит уничтожен? Уже, видите, американец впереди. Ну, компьютеры, правда, он открыл, но... Это тоже неплохо. Е, захватывается мбамба, похоже, да. Может, сохранит все-то, нет, разрушает. Ну, в этом есть логика, потому что он, американец, сейчас всех опережает. Просто по науке и культуре. Единственный у него соперник — это Конго. Убивание у Конго городов, собственно, приближает победу Америки. И мне кажется, тут, собственно, только осталось столицу взять, и все понятно. Ну, Конго, ты думаешь, ты можешь вообще от Америки отбиться? Ну, все плачетно. Потому что я, как бы, не вижу тут, похоже, вариантов, что... Да, тут все очень-очень... То есть Америка просто... Так как Америка впереди всех остальных, и ее единственный соперник — это Конго, а он у Конго уже три города хороших уничтожил просто. Тут только вопрос в захвате столицы остался. Я не вижу, чтобы кто-то из других игроков, в принципе, мог приблизиться к Америке. Тут только вопрос времени. Что скажут Рим и Франция? Англия. Франция. Англия, Франция. То есть вы видите какие-то для себя шансы в победе здесь вообще? Я вообще в первый раз до такой стадии добрался, так что нормально. Ну, если меня за... Вообще непонятно, что ты Конго говоришь. Если, ну, США меня захватит, то он вполне меня может захватить, тут уже как бы ГГ. Да ему даже не надо тебя захватывать. Видишь, он твои города просто уничтожает. Сжигает меня. Да, то есть у него... Он и так первый по науке и культуре, ему даже не надо тебя захватывать, чтобы усиливаться. Он просто все равно впереди. У него уже... Он уран открыл, и он в ядерке идет, все остальные отстают. То есть тут просто вопрос времени, я не вижу. И, честно говоря, Конго ты проиграл в тот момент, когда решил на него не нападать, а напасть на венгры. То есть тебе надо было именно на американца нападать. Я просто не на американца алюминий, поэтому я на него и не шел на самом-то деле. А вот если бы ты забрал в тот... То есть примерно ты опережал Америку на пять ходов при выходе в бомбардировщике. То есть у тебя куча бабла, у тебя есть источник алюминия. Ты покупаешь два бомбардировщика, и за те пять ходов, пока Супергерл идет в бомбардировщике, ты просто захватываешь все его города, которые у него там есть. И тебе помешать никто не может, потому что Венгар отставал еще больше. Вот. И тебе буквально... У тебя получалось... Ты перезаключил союз с Америкой за два хода до открытия бомбардировщиков. Ну да. А, нет, 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 вру. Не до бомбардировщиков, а до открытия алюминия. Ты, наверное, ты заключил союз, да. Ты бы, если бы ты открыл... Вот два хода подождал бы, открыл этот алюминий и увидел, что он у тебя есть, то можно было союз не продлевать. То есть Америка ничего не могла бы уже сделать. Ну да, по факту, да, в этом и есть. Там как бы что туда, что сюда. То есть ему нужно было выбирать, в какую сторону идти. Правильно, правильно. Да, выбирать был неправильный. И я говорил, что как только он напал на Венгра, если кризис пройдет, то это проигрыш Конго получается. Потому что Американец стопудово его примет. И, кстати, у тебя, я так понимаю, Американец алюминий с ГГшек какой-то капал. У тебя там вообще много алюминия было. У тебя ж не свои источники, да? Ну, Хатуса мне дает... Ну, у него... И Новый Орган. Видел бы прям на этот. Ну вот. Вот. То есть ты опережал американцев по культуре, по науке. А так как у тебя именно Американец главный соперник, тут именно на него стоило нападать. Именно из-за твоего положения, из-за того, что ты между ними находишься. Если бы ты напал на американца, понятно, что Венгар бы тоже вступил в эту войну. Но Венгар слаб. Он отстающий. Но когда у Венгра сто военки, что бы он бы сделал бы с этими 100 или 200, сколько у него там военки было. У него производства нет. У него денег нет, чтобы там... А у американца есть производство. Он купил вон эти бомбардировщики. Он даже... Он объявил тебе войну. Ему еще два хода было до открытия бомбардировщиков. Он спокойно открыл эти бомбардировщики. Он их построил, да. Или один купил. Не, пару купил. Один купил. Да. И вроде ястреб купил. То есть он вообще даже не спеша тебя забирал. Прямо скажем. Вот. Так что тут ошибка только в том, что ты не напал на Америку. А так бы мог победить. Вот. Ну и там Ацтек расселялся слабо. Рим, кстати, хорошо расселился, но потом просто остановился почему-то. То есть у него свой остров целый. На такой стадии не очень играл. Француз расстроил монголы и в итоге получил упорочку. И, соответственно, все себя развитие убил этим. Хотя у него отличное место было. Ну и лучшее место, конечно, у Конга в любом случае. У Конга. Как лучше? Вот давай так. Ага, шоу. То есть у меня-то не было там. Не мог бы вверх чуть-чуть вот где вот у меня Нант стоит, видишь, Леш? Ну ты же видишь все остальные города. Ты видишь, сколько места у всех остальных? У меня места нет ни хера. Ну я бы забрал вот это вот. Снизу вот эти ГГшки, Гранату, получается, и Мехико. Да. И все. А там еще и... Там еще и Ацтек не расселялся, нифига. У тебя как раз там дальше было место. Много. Да не так уж и много. В Сканде сложно берется, хотя возможно. Да, конечно. А куда я там дальше за город? Справа от Доломитовых Альп там места, мне кажется... Хотя нет, рыба есть. Можно было бы рыбный город поставить. Ну, а вот подожди. А Ларошель, он каким образом нарисовался? Это так... Вот я так понимаю, что... Это третий город. Это вообще третий город. Второй. Тем более. Второй город. И он прям, понимаешь? Так далеко от столицы второй город везти? Да. И он его поставил и сразу же выкупил... Как в каком-то ходу после Артемиды. Он его поставил и выкупил сразу же все клетки вокруг Везувия. То есть он монголу не дал вообще никакого шанса. Как-то договориться, там знаешь, что-то... Ну, как с монголом договариваться, если ему должен вар кидать? В любом случае. Ну, кинул войну и договорился, типа, я тебе кинул войну, чтобы ты не получал против меня бонусы военные, ну, давай мы вот расселимся так, так, там. Иначе ты вот получил такую войну, которая тебе не позволила просто ничего сделать в этой игре. Слушай, у него, смотри, вот у него какая столица? Кракорова получается, да? Да. Вот. Просто, ну, я... Я же после... То есть я играл через Артемиду и у меня получилось, что вот видите, в Париж 27 жителей сейчас. Ну... Я играл через Артемиду. То есть у меня встал Ле Рошель на 20 где-то примерно, не знаю, в шестом, в седьмом ходу вот так вот. Ну, хорошо. И что? Ну, ничего. Он же мог бы там поставить город. То есть у него, собственно, от Кракорова ему... Ну, я не знаю. Ну, он мог много чего сделать. Он мог там город поставить, в другом месте поставить. Тут вопрос в том, что ты так поставил, что у него уже больше не было шансов больше ничего делать, кроме как воевать с тобой. То есть ты сделал так, что у него только есть возможность с тобой воевать, и всё. Ну, слушай, я посмотрел, когда снизу меня и увидел гранаты Мехико и сверху вот эти горы. Я же не знал, что там нельзя пройти, можно сказать. Там, во-первых, Канди я даже не увидел. Нет, хорошо. Ты Ларошель, даже, предположим, ты ставишь Ларошель, но выкупая все клетки вокруг Везувия дальше, то есть ты... Ты ещё и выкупил все клетки к этому. Уже после того, как он сказал, что, блин, слушай, ты Ларошель зачем здесь воткнул? А я говорю, ты знаешь, ещё и клетки. Ну, всё. Ну, и так... Почему ты удивляешься, что ты воевал с монголом? Всю игру оставшуюся. Тут, как бы, других вариантов у него не было. Именно поэтому. Кстати, а Конго, а что ты так слабо в археологов-то шёл? То есть, ты почему-то что-то там эти тематические бонусы постоянно смотрел, делал. Да-да-да-да-да-да-да. Я говорю, за культурную такую более-менее нацию первый раз сыграл так. Не особо я правильно знаю, как играть за неё, собственно, и из-за этого мисплейным... Дело не в культурной нации, а в том, что две еды, два производства и четыре денег тебе дают именно артефакты, а не... Да, артефакты, и чем быстрее я в них выйду, тем быстрее я буду нас получу. Да, в конце концов до этого у меня допёрло сознание. А культура у Конго так быстро ломанула, он ранее какие-то театралки поставил? Нет, Антона Нарива. Нет, у меня Антона Нарива, у меня эти великие люди, связанные с великий писатель, художник-музыкант, мне Антона Нарива давала сколько там, 80-90 науки, не науки, а культуры. То есть он так, он-то по-хорошему с тобой примерно наравне по культуре шёл, но Антона Нарива ему очень много культуры давала. Я думал, что ты намного раньше, честно говоря, его заберёшь, Антона Нарива. Антона Нарива, да, мне очень большой бус давала по культуре. А где Антона Нарива был вообще? Над американцем. Сейчас мячик. поставлю. Так я его найду. А, на буксёра. Я же его... Да-да-да. Я же вижу, всё. Ну, в общем, супер-гёрл с победой. Да, поздравляем. Спасибо за игру всем. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока.